Дмитрий Ильич, бывший премьер-министр Израиля Голдомер как-то заявил, что нельзя вести переговоры с врагом, который пришел на твою землю, тебя убивать. Что вы думаете по поводу переговоров, которые сейчас, по-моему, в замороженном состоянии? Нужно ли опять начинать переговоры с Россией? И что дальше? Есть ли перспектива в этих переговорах? И нужны ли они вообще? Великая, рожденная в Киеве Голдомер, была очень умной женщиной, и она знала, что говорила. Я считаю, что сегодня ни о каких переговорах с Путиным не может идти и речи. Со стороны Украины точно, и, думаю, со стороны Запада тоже. Запад имел возможность неоднократно убедиться в том, что Путин врун, лгун, и слова его не стоят ничего. Он все время врет. Это его любимое КГБшное занятие – врать. Он говорит одно, делает другое, думает третье. Переговоры только укрепляют его в мысли, что с ним считаются, а он очень хочет, чтобы с ним считались. Мне кажется, что полный игнор со стороны Запада, и тем более Украины, должен быть по отношению к Путину. Холодное презрение к международному преступнику и террористу. Никаких переговоров. О чем с ним говорить? С ним должна говорить украинская армия, и российская оппозиция, и Запад. Все, другого разговора нет. Дмитрий Ильич, в предыдущем части нашей беседы вы рассказывали о том, чем дальше на Запад, тем жизнь и условия, и все, оно как бы, не то, что как бы, оно выглядит лучше. Я просто хочу сказать, что мы с братом служили в Западной Украине, деревня Ботрось, гора Берегова, подгородом Укачево, самый такой известный. Прекрасный. И это очень прекрасное место, могу подтвердить, что да, нас даже это где-то удивило, сами мы с Белоруссией, как вы понимаете, мы ездили на картошку, и могли сравнивать белорусскую деревню. И, значит, да, и украинскую. Это была тогда уже Европа. Да, это тогда уже была Европа. А такой вопрос, я никак не могу решить для себя понять. Мы, когда служили в армии, лучшими солдатами у нас были украинцы, самые мотивированные, самые исполнительные, самые-самые. И до начала войны я еще говорил и думал, не может быть, ну, никогда украинцы не сдадут свою землю. Ну, никогда. Это невозможно. Это то же самое, что зайти в клетку к Тигру и попросить его, ну, отдай мне свое место. Ну, невозможно такое. Почему они все-таки начали войну против Украины? Ну, это просто даже как-то нелогично. Можете объяснить мне? Во-первых, спесь. Имперская это агрессивная спесь. Мы всех через пень-колоду. Да что они себя думают? Да что они себя представляют? Они же так относятся ко всем. К Украине, Казахстану, к Белоруссии, к Молдове, ко всем грузинам. Да что они? Да кто они без нас? Да мы всех кулак вот так, все будут у нас ходить, по стойке смирно стоять. Вот так они относятся. Дальше произошло вот что. Путину сказали, доложили, я думаю, и ФСБ, и армия его подвели. Армия доложила, что у них полная боевая готовность, у украинцев все плохо. И что только стоит нам войти, все разбегутся. Ну это как грозный. Помните, взять за час или за сутки, там Грачев, пьяница, обещал Ельцину. ФСБ рассказывало, что в Украине очень не любят власть. Очень много националистов, и русскоязычные люди не любят нациков, и в общем любят Россию, и ждут, когда наши освободители придут и будут встречать их хлебом с солью. Вот его, я думаю, ввели в заблуждение. А он придурок. Он вообще никогда Украины не знал и не понимал. И я долго общался много на эти темы и с Леонидом Кучмой, который с ним встречался много-много-много раз, и с Виктором Ющенко, который с ним много раз встречался, и с нашими премьер-министрами разными. Они мне рассказывали одно и то же. Путин не понимал Украину, не понимал, чем украинцы отличаются от русских. Считал, что это один народ, это глубокое такое имперское заблуждение. Он в результате пал жертвой своего непонимания и своего окружения, которое разворовало армию, разворовало и деньги на работу с Украиной, которые якобы выделялись огромные и так далее. Ну и он взорвался. Он взорвался просто. Эти 20 с чем-то лет власти безудержной, плюс подкуп западных лидеров многих, лидеров общественного мнения на Западе. Все это сыграло с ним злую шутку. Он подумал, что Запад будет вести себя, как всегда, импотентно. Никаких санкций не будет, ничего, пошумят и перестанут, а мы тем временем Украину захватим. Он ошибся. Он совершил ошибку. За эту ошибку будет наказан.